Всем привет! Я очень рада вас приветствовать на своем канале. Это очень долгожданное видео для моих подписчиков, потому что очень много вопросов я получаю и в директ, и получаю на свой канал о полициальной школе, о тех страхах, вопросах, ожиданиях, какую специальность лучше выбрать, в какую школу пойти и вообще, что происходит в жизни после окончания полициальной школы. Но все эти вопросы сегодня даст нам исчерпывающий ответ директор именно той полициальной школы, к которой поступила, директор Теранова Сергей Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рекомендую переносила вопросы. Для начала хотела, самое главное, хотела у вас спросить, какие же в школе есть специальности на сегодняшний день и что можно получить в эгоре? В школе сейчас пересекционисты и направления техника администрации, техника безопасности, гигиенограда и медицинских. Техник безопасности на срок обучения 2 года, срок обучения 1,5 года, Техник администрации на срок обучения 2 года и срок обучения 1 года. Что такое техник администрации? Техник администрации – это человек, который занимается офисом, то есть он фактически руководитель офиса, офис-менеджер. Но самое главное, что мы даем, это то, что человек изучает, будет здесь основа права Польши, то есть основа той страны, которая находится сейчас, и мы считаем, что самое главное не знание языка, оно должно быть и присутствовать должного каждого человека, который согласно иммигрировать, а право, если человек закончит нашу школу и прослушает те предметы, которые мы будем говорить. Става права церемонии, Става права администрации, Става права права, финансового права, деятельность хозяйственная, предпринимательство, процессуальный кодекс административный. И на выходе получается человек, который знает, а, основу польского законодательства, б, знает польский язык, хотя бы на уровне B1, знает украинский, русский, может быть еще дополнительно и английский, знает и впитал в себя еще с рождения этого законодательства, украинская основа законодательства украинского, российского или белорусского. И в итоге человек может очень сильно себя позиционировать на рынке, очень спокойно и с достоинством позиционировать себя на рынке, как человек, который может заняться поиском сотрудников в Украине, поиском работников в Украине, как человек, который может администрировать их здесь, примечать того, что здесь сейчас очень много мигрантов, то человек, который знает польский, русский, украинский, английский и так далее, это человек очень воскреплен будет здесь на рынке, среди работодателей. Плюс ко всему, по окончанию человек не будет, не нужно будет приметь ему разрешение на работу, не нужно будет делать никаких освещений, деклараций, так называемых, декларации нужно будет иметь. Если человек хорошо составит грамотную резюме, грамотно себя начнет попозицировать на рынке, он сможет сделать здесь карьеру. Извините, можно я вас спросить? Я хочу сказать, что я как раз учусь на этой специальной сети технико-администрации, и нас учат составлять резюме, учат составлять листом этой вакцины, и это круто. И даже если многие подписчики, например, тоже спрашивают, а как составить правильное резюме, то здесь тоже покажут, и расскажут, как это сделать именно со стороны польского языка. Кстати, риск мотивационный, он должен быть создать обязательно, когда помните в резюме, и зачастую он играет важную роль, важнейшую роль, плюс он проходит просто как визитка, а мотивационный риск... Читает именно его. Именно читает его. Вот такой дюанс. Такая ситуация. Что у нас с техниками безопасности геи на труда? На выходе. Это специалистой безопасности. Я думаю, все мы знаем, чем со мной, какие люди. Но что произошло в Польше в последнее время с техниками безопасности? Например, в 8-м предприятии, которое находится недалеко от Красного, на котором находят очень много украинцев, и ежемесячный предприятий, который находится недалеко от Красного, мы берем опород, как бы сказать, людей, иностранцев в LG. 400 человек. 400 человек проходят LG в течение одного месяца. И вот представьте себе, что надо прочитать его безопасности для компаний 100 человек, которые приехали вчера из Украины. Их заводит в большой зал и читают лекции о безопасности на польском языке. Естественно, такой человек не поймет ничего, о чем говорили, что тонкостей не поймет. Произвольство сложное. Произвольство сложное так. Кстати, я уже нанял переводчика, если бы он был уже в этот вопрос решен. Но во многих предприятиях осталась ситуация, когда читают лекции, человек не понимает, его просит подписать. Он подписывает документы соответствующие, а в итоге это обычная формальность. И уже очень много руководителей предприятий и собственников предприятий задумывались о том, чтобы иметь на предприятии человека техники безопасности, который знает польский, русский, украинский языки, который может переводить инструкции по технике безопасности. А на каждом производстве своя техника безопасности, потому что производство существует разное и так далее. И поэтому специалисты при правильном позиционировании себя на этом рынке вполне реально могут находить работу. Если ты будешь эти полтора года, они формально отсиживаются, а действительно получат знания в качестве на зафигзамен. Дальше я говорю о медицинском. Офигмедицинский, будем говорить, это нормальные предприятия, которые везде. В Польше, по всему Европейскому Союзу, в Америке, в Австралии, везде распределены. Кроме всего прочего, наши выпускники получают еще и возможность работать по всей территории Европейского Союза. И этот диплом будет действительно по всей территории Европейского Союза. Мы проверяем сейчас в Канаду. В Канаде уехал наш выпускник один. Не знаю, как закончится дело, принял ли его диплом или нет в Канаде. Но это тоже шанс, потому что, извините, для Канады это тоже дефицитная специальность. Не только, как говорят, Германию, в Вьернаме там уже кричат об этом, что нам там очень нужно много медицинских... Да, я очень много вижу объявлений. И хочу сказать, что и мужчины, и женщины востребованы. В Европе даже существуют сайты специальные поиски опеку медицинских мужчин, потому что нередко нужна будет физическая сила. Но мужчины востребованы, потому что, например, надо больного или больного или клиенту, и пациентам надо будет, понятно, отнести в Ванну вверх какие-то процедуры. Перевертываются в Канаде. Перевертываются в Канаде. Да, да. И я хочу сказать, что некоторые... У нас есть выпускники, которые работают с нами медицинскими. И здесь вопросы работы, и со пределами вопросов работы. И это довольно-таки уже взрослые ребята, которые говорят, что я никогда больше не стану на конвейер, на завод или на фабрику. Дело в том, что время работы на конвейере 10 часов или 12, не может... Ну, а короче. Разно, бывает у нас едет, ну, на чему только приедет. У нас уже, конечно, 7. Вот, где они привезут? Вот, вот. Ну, представь себе, человек отстоял, ну, берем, 10 часов, отстоял на конвейере. Какой из него... Звание перерыва по 10 минут. Звание перерыва по 10 минут. Какой из него потом выходит человек после работы? То есть начало-то уже, да? То есть это не человек, это уже существует. Ну, потом дойти бы домой, да? Ну, это молотонная работа, это не с кем подарить. Вот. Что происходит во время работы у опекунов? То есть человек в движении. Человек может пообщаться. Человек может ездить вместе, перекурить, заткнуть воздухом. Его натворят, перекусить. Вот некоторые возят, ну, клиентов, пациентов на молитвы. Там час-полтора на молитвы. Это же все на молитвах находится. В козелах. И в такие время человек просто отдыхает, еще и молится, да? И вот есть ребята, которые просто после окончания рабочего дня еще идут работать куда-то в такси. Я не хочу это поменять в компанию. Ну, здесь можно... Ну, все потому, что есть возможность по графику еще что-то сделать. А у них энергия остается, да? У них остается энергия и еще и по грабаму. Сергей Михайлович, очень важный вопрос. Можно ли прийти к вам в школу без знания польского языка? Вообще это возможно? Уучение без знаний? Скажу, это возможно. Возможно, если есть желание. Человек может прийти без знания польского языка, но без старания будет очень тяжело. Можно ли стараться. Наши преподаватели, по-другому, хотели он таким образом, что они преподают на таком понятном польском языке, чтобы окончательно были слышны, чтобы речь была четкая, темпы подобраны, по ним он лежат. Очень хорошо. Я сама учусь. И я хочу вам честно сказать, что у меня есть в группе девочки, которые не знают абсолютно польского языка, но все понимают. И у нас есть и презентации. Даже кто не улавливает нас влог, мы можем читать. Мы можем нам спрашивать презентации даже на дом. То есть можно переварить через себя это за словариком. Поэтому все возможно. И тот, кто хочет, чтобы через слово уже начинать разговаривать и писать на польском языке, и я думаю, что в этом ничего не страшного. Самое главное – желание. Желание и результат. Это уже по опыту не один раз было. Плюс, по всему, человек, который прошел первого семестра, и не знает еще польского языка, не может нормально как-то сдать экзамен, не переживает и так далее. Ну, по-моему, ничего страшного. Ну, по-моему, семестра, два, два, три, четырех семестра, но уже, я думаю, я решил... Особенности нам хочется. Плюс есть курсы, правильно? Плюс есть курсы курсы, да. Курсы недорогие, на мой взгляд, по всем у нас получается час. Вот. И курсы будут настолько специализированы, что, например, если техники администрации, то там будет с лексикой права. Если БХП, безопасность, лексика именно по безопасности имени города, там будет присутствовать лексика. Если это медицинская, там будет присутствовать медицинская лексика непосредственно на тех курсах языковых. И вот, да, у нас просто замечательно. И нам этот самый лучший вопрос очень приятен. И носить японского языка? Ну, естественно. Да. Силологически. Хорошо. А какой-то есть возраст на лице при поступлении в школу? От коленки, скажем так, и... Совершенно не. Нет. То есть есть нижний парк, если это 18-й. Обязательно 18-й. Да. Вот. Ну и медвежного проблем нет. Хочу, кстати, сказать, что все эти прохождения медкомиссии это тоже бесплатно. Потому что, когда я проходила, мы выдавали в деканате список тех медучреждений, с которыми у нас заключено. Тоже очень удобно. Кстати, касательно, без эффектов, это еще на языку. Сейчас школы уже закуплены, еще не смонтированы. У нас будет линкофонный кластер, и в современном направлении, я думаю, что это очень сильно поможет и посвященную кластер. Поэтому, на стену, можно будет на людей попасть. И черный, наверное, на русский язык, но и от вас будут приводить, чтобы вы старались очень подзвездить, чтобы на миды это переводили на пластер, чтобы думать о браузере переводили на пластер. Очень важный нюанс. Совет выполнить его. Это обязательно должно присутствовать. Вы должны окружиться русским языком хотя бы на один год. И тогда будет он. Давайте уже перейдем непосредственно к самому приему в школу. У вас, я так понимаю, два семестра. Это вы можете принимать? Два приема в год. Два приема в год. То есть это август или все лето? Ну, так. Если начинается летний нагур, начинается с 15-го июля. Ага. И заканчивается 15-го сентября. Зимний нагур начинается с начала января и максимальный заканчивается с 15-го февраля. Могут быть прогрессивные сроки и могут быть сокращенные сроки. Это индивидуально. Потому что мы уже 2-го года мы берем в год. Мы не можем обеспечить два самих подарков. Поэтому мы по набору берем стоп буквально за месяц до окончания набора. По закону я думаю в этом году может произойти такая же ситуация. Потому что у нас уже будет много набора. Какие нужны документы в польском переводе украинской что оказывается? Самое главное это документ о полном среднем образовании. Я хочу акцентировать внимание что должно быть полное среднее образование. То есть не 8 либо 9 классов, не базовое или не оконченное среднее образование, а полное. Это может быть школа, это может быть техническое училище, это может быть колледж, может быть техникум. Единственное требование к документу чтобы там было написано что вы получили полное среднее образование. Конечно, зачастую бывает что в начале техникумов не пишут это и тогда надо будет дополнительная справка из техникума о том, что вы получили полное среднее образование. 15 минут готовится эта справка быстро ничего страшного будет. Плюс нужно перевести эти документы и оценки на этот язык. Очень важно где их переводить? Непосредственно в Украине нет, очень важно очень важно это еще раз настаивно что очень важно лучше переводить их здесь в Польше, потому что в Украине бывает очень много больших делок не связано с грамматиками это связано с ситуацией которая требования которая здесь возникла например в Украине она делает перевод и нотариус его заверяет а переводчик после заверения нотариального не переводит само то заверение которое сделал нотариус и когда приходит проверяющий читать документ в нем должно быть все перевести всякие лица должна перевести сангольский язык то есть не должно быть печати нотариальных не переведено то есть каждое слово в печати каждое действие нотариальное не нужно переведено и зачастую не делают паспорт нужно искать справку управления на обследование обследование неисплатно делается плюс две фотографии если по основной фамилии можно следить по основной фамилии тоже с переводом либо свидетельство о браке тоже с переводом бывает очень часто что человек уже расстроен браке не имеет такого свидетельства брака тогда лучше в Украине взять так называемый в России вытяг из рейска прав гражданского состояния как называется документ в котором будет написано сколько раз будет женат и будет первоначальная фамилия для нас самое главное юридически совместить ваш аттестат с паспортом чтобы прослеживалось такой наборевший вопрос это финансовая часть нужно ли что-то платить за поступление нужно ли какие-то опять же финансовые вложения при сдаче госэкзаменов или штрафы какие-то существуют в школе ну ну значит так штрафы никаких не существует мы никогда не делали штрафов идем со школами которые здесь меняют штрафы я слышал штрафы есть 200 и 600 и 700 и 1000 для нас дико у нас нет никаких штрафов и мы эту практику не платим что касательно экзаменов до сегодняшнего дня все экзамены были бесплатные я надеюсь что в дальнейшем будут бесплатные экзамены единственное летает в воздухе вопрос о том чтобы убедить человека прийти на экзамен важное что-то важное да хотя бы какой-то залог чтобы он оставлял 100 злотых или 130 злотых да но пока летает в воздухе я думаю не будет это применено потому что с первого сентября 2019 года все экзамены уже есть обязательные и человек который не участвовал в экзамене он не получит и не стать начинкой школы полиции я понимаю вы говорили об экзаменах об окончании не только о последних об экзаменах вообще не говорим все бесплатно то есть он просто был человек на технике администрации и все два года он бесплатно вот это важно и мы говорим о госпарственном экзамене который будет через два года вот и он у нас всегда был бесплатный я надеюсь дальше будет бесплатный я еще раз наставил на то что он летал в воздухе чтобы привести туда какой-то залог да вот но учитывая то что с первого сентября принял законодательство о котором сказано что все должны участвовать в экзаменах независимо от положенного хочется или не хочется но если до этого момента было по желанию то с первого сентября уже не по желанию но человек все равно получится по желанию по желанию сдаст он экзамен положительно или отрицательно но он не получит свидетельство по желанию по желанию если не придет на экзамен и вот это будет двигателем больше я думаю что мы уже понимаем что не нужно даже никаких залогов вводить не надо ничего делать это будет двигателем процессора что касается наступительного возможностей существует для людей которые здесь имеют то есть будем говорить так 50 это люди которые подали на карту побыта уже на момент поступления да которые имеют визу больше 6 месяцев там наступительный взнос всего 50 это большинство таких те которые приезжают без визы или у них короткое пребывание здесь наступительный взнос 250 вот это не говорит о том что надо обязательно заплатить прямо сейчас и сегодня это можно отодвинуть разбернуть на какие-то какие-то парты разложить на части самое главное что еще касательно людей которые приезжают по визе как бы все просто школы пришел к тому что мы просто как бы должны страховаться от людей которые приходят к нам для того чтобы взять документы получить визу и гулять попроще где-то в другом городе заниматься своими делами или поучить как-то заниматься своими делами поэтому это ограничивает поток людей которые просто желают прийти для того чтобы забрать у нас документы соответствующие на основе получить вид на жительство визу поэтому такие ограничения что касается без визы человек может подать документы на обучение но учиться без визы бесплатно не может у нас еще не поплатно не учиться сразу хочу сказать но если человек подал документы по без визы нужно как можно быстрее подать документы либо на жительство на карту побыта либо по работе либо по учению либо на визу и человек может спокойно учиться то есть если он пришел например 1 февраля подал документы желательно чтобы до конца февраля он подал документы и так далее государство опять-таки не хочет оплачивать обучение людей по без визу так как считает люди которые могут здесь по без визу туристы ну время да не хочет финансировать государство высокое и человек который пришел только на 3 месяца и государство не видит что желает дальше учиться или нет не может понять документально они пытаются таким способом ограничить я не думаю что это страшно подать на карту на поводу и можно подать на карту и закончить обучение но ты регально будешь находиться здесь ты можешь учиться ты хочешь учиться и будет тебя финансировать спокойно ты сам сядешь за мысли о том что он турист не турист спасибо за этот нюанс потому что действительно много людей спрашивает можно ли как то через полилициальную школу остаться да конечно же можно я думаю будут еще вопросы касательно если гарантия то после получения визы или я очень часто слушаю этот вопрос я всегда говорю господь бог либо офицер служащий отдел поделом администрации удовольствия вот именно бывают отказы мы будем говорить так практически процентов 20 бывает отказы но мы должны понимать что если одно и то же консульство дает визу и одно и то же консульство другому человеку отказывает визу то в 90% случаев что школа не наука может быть ситуация от того что где-то обнаружили у человека где-то какие-то хвостики может быть какие-то штрафы в Польше остались да все может быть плод от того что может человек совпадает с разыскиванием какими-то человеком на территории в районе Польши или России все может быть в глаза не поморялись вашими фотографиями он сам не обязан совершенно не обязан информировать вас точно причину вашего отказа и ни одна школа еще не имеет письменно подтвержденной причины отказа по школе многие говорят что вот не хватает часов в медзаконодательной базе не описано количество часов самое главное консул либо инспектор управления городским они должны понимать что у человека нет возможности ездить в Украину туда и назад на занятия технически это невозможно а мы в своих документах приглашениях засвечениях которые мы дали ученикам мы указываем кроме самого засвечения мы даем план занятий во-первых во-вторых то мы еще даем наши разрешительные документы прикладываем и берем план занятий в плане занятий у нас указано кроме того что занятия по субоку мастер-сексе два раза в месяц у нас занятия по субоку субоку это на все специальности на все на все это соучная школа и мы дополнительно указываем польский язык который у вас два раза в неделю происходит он однозначно происходит то есть это программные часы и вы можете посещать можете не посещать у вас есть обязанность посещать программные часы но никто нам не запрещает указывать расписание понапрограммные часы то есть мы указываем почему мы не имеем права мы не имеем права мы не имеем права сказать хоть и на пуске заходите а еще плюс два дня в неделю опять там вторник и пятница да дополнительно почему там другие школы не указывать я не понимаю дополнительная практика у нас техника администрации до этого момента было 320 часов ну как-то ж надо прийти в практику до 120 часов мы ее указываем раскрываем указываем что человек будет еще по пункту на практику до 120 часов плюс мы еще проводим интеграционные занятия иногда оставляем людей после занятий собираем там какие-то встречи проводит какие-то интеграционные действия получше мы как таки 구 mahак типа д different рассказываем законодательства как лучше допустить в каких-то ситуациях где там какие-то заявления там и так далее встречи с работодателями с работодателями с правниками с работодателями мы людей встречаем на организационном встрече это тоже интеграционное занятие это ту же ultimately самая интеграция да мы и ее включаем в сравнение Привет. Я хочу сказать, что для меня иммигранты это люди, которые построили мир. И мы приглашаем вас приехать к нам, и мы вас научим строить этот мир и развивать его, и развиться самим. Приглашаем вас. Ждем вас. Вы наши. Продолжение следует.